Уважаемые коллеги, прежде всего я рад приветствовать участников культурного форума, который собирается в очередной раз в Санкт-Петербурге. Выбор темы на этот форум, который включает в себя взаимосвязь, взаимодействие культуры и истории, мне кажется очень интересен и актуален. Сегодня во всем мире большой интерес к истории, и культура, конечно, это главное содержание всего форума. Взаимодействие культуры и истории имеет давнюю, длительную историю. Конечно, культура – это более широкое общее понятие, которое включает в себя самые различные аспекты человеческой деятельности, духовной жизни и людей, и общества в целом, но анализ и подход к пониманию роли культуры означает, что мы обращаемся к историческим этапам. Культура проявляет себя в разное время и в разных пространствах. И в этом плане она очень активно связана с историей. Что сегодня самое важное и главное, когда мы говорим о культуре? Это для многих стран понимание роли своей национальной идентичности, это проблема наследия, это проблема традиций, и эти все компоненты составляют важнейшее содержание исторического подхода. Недаром мы говорим иногда, есть у нас понятие археология, но он же называется история материальной культуры. Мы говорим о том, что наша национальная идентичность – это одновременно и культурный код нации, страны, людей. То есть здесь взаимосвязь культуры и истории чрезвычайно активна и велика. Причем эта связь и того, и обратная связь на другое. Я хотел бы сказать о том, что сейчас очень активно развивается в культурной среде интерес к проблеме вообще человека, человеческой жизни, человеческой деятельности. Но эта же тенденция характерна для исторических исследований последних лет. Повседневная жизнь, моды, нравы, положение людей в обществе, женщина, мужчина в истории, болезни, голод в истории – это все темы, которые сегодня на авансцене мировой исторической науки. Но в этом проявляется и взаимосвязь культуры и истории. Когда мы говорим о культуре, мне кажется, очень важно говорить о культуре поведения, о культуре повседневности, о культуре общения. И в этом смысле мы обращаемся и к исторической эпохам, чтобы понять, как эти различные проявления культуры поведения, культуры повседневности, как они проявлялись на разных этапах исторического развития. Культура поведения, культура повседневности в 18 веке – это одно, в 21 веке – это совсем другое, тем более в 12-13 веке. Поэтому здесь очень велика взаимосвязь истории и культуры. Наконец, я хотел сказать, сегодня для истории очень важно сохранение для каждой страны, каждого народа своих традиций, своих корней, своего наследия. Но это же составляет и главное содержание понятия культуры. Я думаю, что в этом смысле выбор темой в качестве нашего форума взаимосвязь истории и культуры чрезвычайно велика и чрезвычайно полезна. Хотел бы в заключении сказать еще одну вещь. Когда мы говорим о проявлениях и взаимодействии культуры и истории, то мы имеем в виду, что культура часто выражает себя через историю, а история очень важно проявляется через культуру. И здесь еще один момент. Есть национальные особенности в каждой культуре, есть национальные традиции, привычки, но есть нечто в культуре, которое принадлежит всему человечеству, всем векам, всем эпохам. Такие нетленные достижения культуры, науки, и это составляет предмет не только культурного исследования культуры, но это очень важный момент для понимания истории. То, что связывает людей, народы, страны, это и культура, и это история. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.